Всем привет! Вы на YouTube-канале Ходорковский Live. Меня зовут Богдан Бакалейко. Это значит, что самое время для экономического разбора. С вами программа «Курс». И давайте же сразу начнем. Я рад приветствовать в нашем эфире экономиста Андрея Яковлева. Андрей Александрович, здравствуйте. Добрый день. Да, первый вопрос, наверное, самый главный вопрос, который всех волнует в России. Что происходит с национальной валютой? Почему она падает? Падает, наверное, с мая месяца после небольшого укрепления. А сейчас уже все трубят, потому что, видимо, к отметке 100 подходит и доллар, и евро уже перескочил. Какой здесь есть анализ? Что происходит? Ну, есть объективные факторы, связанные с тем, что, как, в общем, это и ожидалось с конца прошлого года, стали сокращаться экспортные доходы. И за счет снижения цен на нефть, в первую очередь, ну, в силу, так сказать, вот этих самых ценовых потолков, которые, так сказать, долго согласовывались и были везены в конце прошлого года. И в силу сокращения физических объемов экспорта, не только по экспорту, не только по нефти, но и по другим сырьевым товарам российским. При этом одновременно восстановился в значительной степени импорт, который идет сейчас не из Европы и Штатов, а через третьи страны. В итоге он получается дороже, но, тем не менее, сам по себе факт того, что, как бы, нам двери закрыли с запада, но с востока она осталась открытой, поэтому потребность на своих импортных товарах остается, и импортные потоки восстановились. Вот. Ну, и вот эта ситуация, соответственно, изменения сальтоторгового баланса, она влияет на ситуацию на валютном рынке, это, так сказать, фундаментальный фактор. Но одновременно есть, наверное, факторы более конъюнктурные, связанные, в частности, вот с этим пригоженским мятежом и, так сказать, прочими политическими событиями, когда у людей возникает ощущение неопределенности. Это может быть дополнительным стимулом к тому, чтобы что-то конвертировать в доллар и постараться вывести из страны, пока для этого сохраняются возможности. Ну, то есть, это комплексно или все-таки есть какие-то ключевые факторы, из-за которых все падает? Ну, ключевой фактор – это изменение внешнеторговых условий, которые ожидалось, когда сильно сократилась сальтоторговая баланса, и в итоге, ну, как бы, есть спрос на доллары, потому что восстановился импорт, и одновременно доллара физически стало меньше, ну, долларов, евро, просто потому что уменьшились экспортные доходы, заметно. Ну, если совсем просто, импортные товары покупают за импортную валюту, а продавать, собственно, нечего, так как санкции на нефть, ну, в общем, так или иначе, снижают доходы в валюте для и компаний российских, и бюджета. Все-таки пока продавать еще есть что, но объемы, и физические объемы экспорта заметно уменьшились, и, соответственно, в силу снижения цены на нефть, также уменьшился объем доходов от экспорта. Да, и вот это вот приводит к тому, что физически долларов и вообще, как бы, твердой валюты стало меньше, потому что спрос на нее, он, на самом деле, вырос за счет восстановления импорта. Да, вот восстановление импорта, я же правильно понимаю, что если он восстановился, то получается, что Россия, в общем, адаптировалась и прошла мимо всех этих санкций, которые принимали последние полтора года? Ну, как бы и да, и нет. То есть, с одной стороны, произошла адаптация, безусловно, и адаптация произошла во многом вопреки ожиданиям западных экспертов и, так сказать, людей, принимавших решения, потому что они рассчитывали на то, что санкции окажут разрушающую воздействие на российскую экономику. Этого не произошло, безусловно. И, на мой взгляд, это получилось так, потому что экономика, при всем при том, была рыночная. Вот при всех, там, госкорпорациях и, так сказать, при всем влиянии государства за 30 лет рыночную экономику построили. Как бы и она на себе гораздо более гибкая и адаптивная к внешним шокам, чем любая, там, плановая или административная экономика. Но начинают, тем не менее, действуют долгосрочные эффекты санкций. Потому что дело не только в том, что нам ограничили, например, импорт каких-то потребительских товаров из Европы. Вот именно эти товары, там, ну, худо-бедно, как-то через третьи страны поставляются. Там, через Китай, через Турцию, через кого-то еще. Но есть, во-первых, факторы, связанные с ограничением доходов от экспорта за счет вот этого самого потолка цен на российские энергоносители, которые Европа и Штаты долго согласовывали, вели в конце прошлого года, и он уже действует. И это оказывает долгосрочный эффект. Вот. Ну и есть в целом, на самом деле, все равно эффект изоляции российской экономики от западных рынков. Потому что принципиальная установка, допустим, в Европе, она сейчас вводится к тому, чтобы отказаться максимально от любых поставок сырьевых ресурсов из России. Потому что они это воспринимают сейчас для себя как фактор, ну, так сказать, угрозы политической, возможно. Потому что они это, безусловно, экономически проигрывают. Вот эта внешняя торговля, которая была до того, она была взаимовыгодной. Она была выгодна и для Европы, и для России. И, собственно, установка Европы, ну, в частности, немцев, была на том, что именно через эту экономическую интеграцию они хотели удержать Россию от необдуманных шагов. Это не получилось, и сейчас на политическом уровне у них, несмотря на все экономические потери, которые у них есть, у них установка на максимальную, как бы, дезинтеграцию с Россией. И это будет дальше, безусловно, влиять на доходы от экспорта с российской стороны. Они дальше будут снижаться. Вот это как раз следующий вопрос мой. Что будет дальше? Получится ли России, ну, так как ограничения на экспорт российский ввели не так давно, в декабре, по-моему, прошлого года, получится ли России теперь перестроиться и так же, как с импортом, обойти все эти санкции и найти другие рынки сбыта? Ну, вот есть Индия, да, но с Индией там с расчетами проблемы возникли. Может быть, кто-то еще захочет торговать с Россией? Ну, вот проблема как раз в том, что в отличие от, допустим, потребительского импорта или даже импорта каких-нибудь запчастей и комплектующих, по которым проблему более-менее действительно смогли решить в течение прошлого года, проблемы с экспортом решать будет гораздо сложнее, потому что, ну, на самом деле, рынки, на которые Россия была ориентирована, европейские рынки в первую очередь, они, мало того, что они были большие и, как бы, нет таких других клиентов, которые были бы в таких объемах готовы покупать эти ресурсы, они, помимо этого, были еще премиальные, потому что в силу долгосрочных отношений с Россией, там, тех же трубопроводов и не только длинных контрактов, которые действовали, Россия не просто поставляла туда свое сырье, это не только про нефть и газ, она в том числе про металлы, про химические удобрения, про многие вещи. Она поставляла их по длинным контрактам, по которым, соответственно, европейские потребители были готовы платить некую надбавку за, так сказать, гарантии качества, там, надежность поставщика и так далее. Сейчас это все рухнуло, российские компании пытаются переходить на азиатские рынки, но на самом деле там в этой роли выступали другие игроки, и поэтому мало того, что там нас не очень сильно ждали, там и цены получаются другие, то есть на самом деле вот эти дисконты, которые возникают в торговых отношениях и с китайцами, и, соответственно, с индийцами, да, это объективная история, и мы от нее, к сожалению, никуда не сможем деться, но мы, в смысле, Россию в данном случае. Поэтому ситуация, на самом деле, она не очень, так сказать, оптимистичная. Тогда что будет с валютой? Потому что, судя по заявлениям и главы Центрального банка, и Дмитрия Пескова, как будто бы всех все устраивает, и они не видят особой паники среди населения, несмотря на то, что доллар уже почти по 100, ну и наблюдают за этим, ну и говорят, что в целом-то все хорошо, да, действительно, у нас рыночная экономика, рынок сейчас распорядился, что курс должен быть таким. Что будет дальше с валютой, как вам кажется? Ну, смотрите, во-первых, с учетом всех событий, ну не только прошлого года, начиная с 2014 года, но и прошлый год особенно, произошла до некоторой степени дедоларизация тоско-российской экономики. Потому что те, как бы, ну даже просто банальные социальные группы, да, которые в значительной степени оценивали свои доходы в твердой валюте, ну, как бы, многие представители этих групп просто из страны уже уехали. Либо же они, даже оставаясь в стране, по максимуму постарались из страны вывезти то, что можно было вывезти. Поэтому для тех, кто остается в России, действительно, то, каким будет курс, уже не столь принципиально. То есть, грубо говоря, так сказать, пенсии или там зарплату в бюджетном секторе, они в России платятся в рублях. И пока инфляция не очень высокая, людей будет не очень сильно волновать, какой там курс в обменнике или, так сказать, там, не знаю, в Сбербанке. Для них это некоторая абстракция. Они, как бы, этим курсом не живут и, на самом деле, в нем свои издержки не считают. Да, наверное, курс имеет значение для тех, кто еще продолжает ездить, отдыхать там в Турцию. Да, так сказать, да, как бы для них в итоге этот отдых сильно подорожает. Но, насколько я могу судить, многие люди, которые раньше отдыхали за рубежом, сейчас потеряют возможность просто потому, что есть в том числе визовые ограничения. Это все не так просто. Если мы, допустим, берем Европу, даже с той же Турции, это тоже заметно подорожало. И поэтому многие люди переключились на внутренний рынок, на котором пока все, опять же, в рублях. И пока нет сильной инфляции, людей обычных, эта ситуация с курсом будет волновать не очень сильно. Безусловно, курс будет создавать дополнительные издержки для импортеров. Потому что для них повышение курса, безусловно, будет означать удорожание стоимости их поставок и на самом деле будет влиять на их цены. То есть в конечном счете вот этот самый выросший курс, он, конечно, будет вести к росту инфляции. Это понятно. Но это будет происходить некоторым лагом. Это будет не завтра, а через, не знаю, 2-3-4 месяца, может, полгода. Ну, понятно. То есть у Центрального банка, в общем-то, есть несколько месяцев, чтобы, если что, отреагировать на дальнейшее повышение цен. А повышение цен, очевидно, будет. Ну, как бы у Центрального банка тоже не так много опций для реакции в этой ситуации. Ну, вот были заявления на Бюллина, которые, соответственно, успокаивали рынок с тем, что гибкий курс – это хорошо. И вот в прошлом году курс там тоже, он, так сказать, там падал, потом подскакивал, в смысле, подскакивал, потом он, так сказать, падал, потом возвращался обратно. Ну, это как бы типа рыночная экономика, рынок адаптируется, да. Это на самом деле, ну, правда, это действительно. Но одновременно было сказано, что, так сказать, если будут какие-то уж совсем, так сказать, сильные колебания, то Центробанк будет продавать валюту. То есть будут валютные интервенции. Это тоже понятно. Но при всем при том, есть объективные тренды, которые лежат в основе динамики валютного курса. И они упираются в первую очередь в данные внешней торговли. То есть если у нас сокращается сальто торгового баланса, оно пока позитивное, но оно сильно сократилось в сравнении с прошлым годом. Это неизбежно будет приводить к тому, что будет возрастать спрос на валюту, и курс будет расти. Вот это то, что мы наблюдаем. И, кстати, у нас Центробанк тоже ничего сделать не может. Как бы Центробанк, он не может объявить другой курс. Он может на него повлиять, например, интервенциями. Но для интервенции надо тратить валюту. А как я понимаю, Центробанк предпочитает сейчас валюту не очень тратить. Потому что они скорее задают... Ну, она даже есть на самом деле, но есть некое ощущение, что дальше будет хуже. И лучше придержать эти резервы до более критичных ситуаций. А у нас есть какое-то понимание, когда это дальше может произойти? Вот дальше будет хуже, вы сказали. Когда это может быть? Это хороший вопрос. На самом деле на него пока нет окончательного ответа. И я думаю, что здесь гораздо более важным вопросом является не сюжет про валютный курс, а сюжет про дефицит бюджета. Да. Потому что в конечном счете вот именно дефицит бюджета будет определять и масштабы инфляции, и, соответственно, возможности финансовых властей что-то делать в экономике. На сегодняшний день ситуация такова, что вот тот объем дефицита бюджета, который был заложен на текущий год, он практически был выбран в первом полугодии. Ну, правда, Минфин недавно отчитался, что вот они в июне смогли это дефицит, так сказать, сократить. И вообще типа это была, так сказать, техническая история, потому что в начале года были большие расходы, связанные с авансированием госзаказов, особенно с гособоронзаказа. А потом будет поступление денег, и как бы этот дефицит будет компенсирован. Но все равно есть большое сомнение, что если они за полгода вышли над годовые цифры, что вот за следующие полгода вообще не будет дефицита бюджета. Как-то вот в это верится с трудом. Поэтому, скорее всего, дефицит будет. То, что я знаю из вот неких обсуждений с коллегами, которые просто ближе к макроэкономике. Но вот как бы их оценки сводились к тому, что дефицит будет нарастать. В первую очередь, потому что расходы военные, ну вот, собственно, на войну и на военно-промышленный комплекс, они, по сути, неконтролируемы. Сейчас финансовые власти оказываются вынуждены давать военным столько, так сказать, ресурсов, сколько они попросят. И это, так сказать, некая, по сути, вот потенциальная дыра в бюджете такая, причем безграничная, к сожалению. Чем дальше будет идти война, тем это будет хуже. Одновременно ситуация с доходами, она порождает вопросы, потому что по нефтегазовым доходам уже весной люди из Минфина признавали, что, видимо, будет их недобор, примерно там на один триллион рублей. По нефтегазовым, как бы обычным доходам, у них сохраняется оптимизм, что, так сказать, нет, типа, там все будет нормально. Ну и, собственно, некие индикаторы текущей экономической активности, они до этого дают определенные основания, так сказать, идет стройка, там восстанавливается промышленность, восстанавливается гораздо медленнее, но, тем не менее, торговля. И если, так сказать, будет эта экономическая активность продолжаться, будут налоги, за счет которых можно будет формировать доходы бюджета и компенсировать дефицит. Но сюда вмешиваются, извините, дополнительные факторы, вот типа того же Пригожинского мятежа, который вот эту нормализацию, как бы, обычной экономики, на мой взгляд, сейчас можно поставить под вопрос, потому что люди начинают сомневаться, как бы, так ли все стабильно, как, так сказать, говорят по телевизору, также вот в пресс-ритезах, соответственно, Кремля и Минфина. Ну, да, во время Пригожинского мятежа и после, за две недели, с банков, со счетов вывели 250 миллиардов рублей. И это говорит о том, что, в общем, есть еще что выводить, уходить в кэш, и там дальше, как я понимаю, люди пытались уйти в валюту, избавляться от рублей, суть по всему. Тем не менее, какой бы вы совет дали бы россиянам, что им делать? Мы, конечно, часто говорим о том, что подобные кризисы, это такая история, когда средний класс размывается, бедные становятся еще беднее, но их поддерживает государство, богатым, в принципе, все равно, а страдает в первую очередь, ну, так называемый средний класс, который, в общем, в России тоже спорная такая дискуссия, что это такое. Тем не менее, эти люди еще есть в стране, и что бы вы им посоветовали? Что им делать, чтобы, ну, так или иначе, сохранить свои сбережения? Хороший вопрос. На самом деле, на него, наверное, не будет какого-то однозначного ответа, универсального для всех, как сказать, возможного участия процесса. Ну, допустим, вкладываться сейчас в валюту после вот этого скачка, который сейчас произошел, наверное, не имеет сильно большого смысла, просто потому, что этот скачок уже произошел. И возможен откат назад, наоборот, некоторый, но вряд ли сильно большой. Я думаю, что вот где-то стабилизация на уровне 90-95, она весьма вероятна. При этом, на мой взгляд, условно говоря, к осени курс может вырасти еще. Но это будет зависеть от, соответственно, ситуации с доходами от экспорта и с масштабами импорта, от ситуации с дефицитом бюджета и со многими другими факторами. В этом смысле, ну, как бы некое наличие сбережений в валюте, при всем при том, имеет смысл. Но вот бежать покупать эту валюту прямо сейчас может быть не очень рационально. Вместе с тем, к сожалению, никто не гарантирован от того, что не будет новых ограничений на операции с валютой. Ну, собственно, они до сих пор действуют. То есть, грубо говоря, от того, что у вас есть какие-то валютные депозиты в банке, вы их снять свободно не можете. Там действует, так сказать, тот же самый лимит, там 10 тысяч, я сняюсь, на год или что-то там дути. Вот. Поэтому, ну, как бы, да, держать, так сказать, валюту дома, так сказать, в стеклянной банке, вот, наверное, можно, но это, так сказать, уже, как бы, другие риски, связанные с тем, что, извините, вас просто могут ограбить, да. Держать средства в банках. Ну, да, это можно, так сказать, есть процентные ставки, на самом деле сейчас не очень высокие. Просто всего того, что инфляция пока не очень высокая, она, так сказать, вот, держится, так сказать, в заявленном коридоре, так сказать, 5 или 7 процентов на год. ЦБ на будущий год обещает вообще даже 4 процента. У меня большие сомнения еще от того, что 4 процента в будущем году это реально. Я думаю, что будет больше. Вот. Но вот, как бы, альтернатива – это, соответственно, пытаться держать средства на рублевых депозитах. Вложение в золото, ну, да, теоретически возможно. Практически, как я понимаю, это не очень ликвидная история. То есть там большой спред между курсами покупки и продажи. Вот. Ну, еще раз. На самом деле, к сожалению, кроме какой-то диверсификации, когда что-то, наверное, лучше держать, по всем тому, в рублях, так сказать, на депозитах банках, да, стараясь найти какие-то оптимальные проценты, что-то все-таки, видимо, лучше держать в валюте, видимо, дома, потому что в банке, чаще держать бессмысленно. Может быть, что-то держать в виде золота, потому что, ну, да, золото по всему тому растет. И при всех спредах, которые там существуют между курсами покупки и продажи, ну, да, как бы это, наверное, так сказать, что-то более, так сказать, надежное, чем рубли. И, наверное, так сказать, в чем-то, может, более надежное, чем валюта, потому что с валютой непонятно, вы ее сможете продать, там, условно говоря, через полгода или нет. Золота, наверное, всяких таких проблем не будет. Но, к сожалению, вот сам факт нахождения в российской юрисдикции сейчас, независимо от того, вы просто физическое лицо или вы, допустим, занимаетесь бизнесом, он будет по определению связан с рисками, которые полностью захеджировать, к сожалению, невозможно. Рисками потерять все, как я понимаю. Самый главный риск. Ну, в том числе, да. Да, в том числе. Давайте про бюджет поговорим. Вы уже начали про дефицит бюджета говорить. Там, да, действительно разные оценки. Кто-то прогнозирует 8 триллионов дефицит, кто-то говорит 5. Как я понимаю, это главная такая интрига этого года для экономистов. Тем не менее, ну, и в правительстве-то, в общем, понимают, что дефицит большой. И Минфин уже говорит, что будем сокращать расходы где-то, непонятно где. Параллельно Андрей Костин на финансовом конгрессе в Петербурге спокойно говорит, что, ну да, конечно, мы в следующем году, видимо, будем поднимать налоги. Для него это уже принятое решение. Ну, и кроме того, пытаются как-то привлечь инвестиции, как я понимаю, в первую очередь как раз внутри страны. Как вам кажется, что будет? Действительно поднимут налоги? Действительно ли получится создать какие-то финансовые инструменты, на которые люди в России будут вестись и будут инвестировать в это дело? Хороший вопрос. Не уверен, что у кого-то есть однозначный ответ, так сказать, полноценный на этот вопрос. Ну да. Ну, надо, давайте представим, что мы вот сейчас пытаемся головоломку Минфина решить, скажем так. Да, да, да. Значит, проблема для Минфина в том, что есть явно увеличивающийся разрыв между доходами и расходами. При, в общем, непонятной ситуации с войной, которая требует постоянного потока, в общем, значительного потока денег, который мы не знаем, но я думаю, что Минфин знает. В этой ситуации, ну, то, что Минфин пытается делать, Минфин пытается скрести по сусекам. Как бы один из примеров из этой серии, например, вот начавшийся довольно заметный рост цен на бензин. Вот то, что я, так сказать, вижу из комментариев, это на связи следствия того, что Минфин с мая месяца стал отменять специфические субсидии, которые предоставлялись нефтеперерабатывающим предприятиям для, соответственно, производства и поставок бензина на внутренний рынок. При этом это довольно заметная сумма, это порядка 30 миллиардов рублей в месяц. Это довольно много. В пересчете на год это, так сказать, там, грубо говоря, 350 миллиардов. То есть сумма примерно сопоставимая с тем, что вот после самой, так сказать, долгой, так сказать, торговли, в кавычках, смогли состричь с бизнеса в виде вот этого самого, так сказать, налога на сверхприбыль, полученную там в 2022 году и так далее. То есть для Минфина вот, ну, как бы они пытаются таким образом решать проблему. Допустим, история про возможное повышение налогов. Как я понимаю, налоги имеются в виду, у нас еще и подоходные налоги, так сказать, введение регрессии. Ну, в смысле, не регрессия, а прогрессивных налогов. Это будет бить на самом деле как раз вот по условному среднему классу, который получает больше, так сказать, такой, так сказать, сильно средней заработной платы. Это будет на самом деле бить в том числе по бизнесу, но это будет на самом деле бить одновременно по госаппарату, потому что у нас именно в госаппарате на сегодняшний день, как бы люди получают доходы, так сказать, не средние, а, так сказать, больше средних. Именно поэтому эту меру, на мой взгляд, очень долго вот как бы не обсуждали, откладывали, говорили, что этого не будет и так далее. То, что сейчас это приходится обсуждать, ну, вот Минфину деваться некуда. Они, так сказать, вот, как я уже говорил, пытаются скрести по сусекам. Проблема в чем? Проблема в том, что если вот они таким образом могут наскрести сколько-то сотен миллиардов рублей, а на войну в Украине тратятся триллионы, это не спасет ситуацию. Вот, поэтому, ну, вот, опять же, это не означает, что, так сказать, завтра будет катастрофа. При всем при том, люди в Минфине довольно грамотные. На самом деле у Минфина есть интересный резерв определенный в виде, так сказать, переходящих остатков на счетах. Когда каждый год что-то из бюджета не потрачено, оно куда-то переходит и, как бы, это, так сказать, не учтено прямо в новом бюджете. Это тоже не самая маленькая сумма, это, так сказать, сотни миллиардов, если даже не триллионы. И это к чему? К тому, что будет, безусловно, продолжаться ухудшение ситуации с бюджетом. Это все сознают. Скорее всего, будет в будущем году более сильным дефицит бюджета. То есть на текущий год он заложен как 2% ВВП. На прошлый год, я думаю, что, так сказать, цифра там 3%, там, то есть половина процента вполне реальна. Это плохо с точки зрения Минфина. Но это не катастрофа финансовая, так сказать. На самом деле страна может продолжать функционировать и дальше. Да, наверное, будут это дело компенсировать более активным размещением займов, соответственно, внутренних, да, так сказать, там, ОФЗ, в том числе ОФЗ для людей, а не только для, так сказать, там, условно говоря, для бизнеса, да. Вот. Но, опять же, это, как сказать, лечение симптомов, а не причины. То есть, грубо говоря, так сказать, через это все равно будет подавляться экономическая активность, потому что в конечном счете все равно, если вы повышаете налоги, то надо понимать, сколько вы соберете налогов на выходе. Вы их соберете, наверное, чуть больше в первый год, но потом будут возникать, извините, вопросы у людей из бизнеса, а где им выгоднее вести бизнес? В России или, так сказать, в другой стране? Да, сейчас с другими странами стало сложнее, но все равно есть альтернатива. Можно, извините, просто вообще выйти из бизнеса и как бы им не заниматься. Если, как бы, это получается слишком дорого и, как бы, и накладно. И тогда, в итоге, вы на выходе получите через два года меньше налогов при более высоких ставках. Ну, собственно, мы это проходили в 90-е годы. У нас были высокие ставки налогов, и, мягко говоря, собираемость была не сильно хорошая. Просто потому, что стимулы вести бизнес, ну, с этим были проблемы. И стимул был, если и был, то делать все это нелегально, так или иначе? Ну, либо нелегально, либо, так сказать, на максимально коротком горизонте, то есть, так сказать, с вложениями, которые отбивались, так сказать, за полгода-год. Но это было, конечно, в основном торговля. То есть, как бы, производственный бизнес в таком формате вести было тяжело. Ну, собственно, поэтому его и не было полноценно в 90-е годы. Но вот мы, к сожалению, вот после всех разговоров про стабильность, как великое достижение, вот мы, на самом деле, так сказать, медленно, но скатываемся, вот, на самом деле, в 90-е. С стимулами для экономической активности, к сожалению. Но в 90-е, не в Иран, много всяких разных у нас вечно сравнений. Скатываемся в Иран, скатываемся в Северную Корею. Или все-таки 90-е? Будет что-то свое, свой какой-то особый путь? Ну, наверное, в конечном счете будет что-то свое. То есть, история никогда нигде не повторяется. Но, понимаете, я бы сказал, что в Иране, например, мятежей, типа мятежа Пригушина, как-то не наблюдалось. А, допустим, вот, извините, Чеченская война и, так сказать, всякие разные, так сказать, сепаратизмы 90-х годов, это нам знакомо. Поэтому я бы сказал, что пока это, в общем, ну, как бы мы про Иран говорим, и, так сказать, как бы наши власти, наверное, хотели попасть в Иран. Но, понимаете, в Иране все, по крайней мере, много лет, там, и десятилетий держалось на, ну, извините, исламской идеологии. Это был очень важный фактор. Как-то в России с идеологией незаметно, чтобы вот она, так сказать, на что-то реально влияла, как бы власть этого хочет. Но, как бы, власть сама в это не верит, во-первых. И как-то обычные люди тоже, вот они, может быть, так сказать, там номинально, так сказать, высказываются, если как бы от них этого сильно хотят. Но как-то не сильно заметно, чтобы они реально во все это верили. А тогда это, на самом деле, получается фактор, вот, извините, не Ирана, а, извините, ближе к 90-м. Мы, как бы, до Северной Кореи, мы тоже не дотягиваем, просто, извините, по масштабам репрессий. То есть я не знаю, так сказать, насколько это реалистично, но у меня есть сомнения в том, что вот все-таки при довольно сложном составе наших элит, которые, в общем, привыкли по-другому жить, вот как бы они, так сказать, потянут и, так сказать, согласятся с северкорейским вариантом жизни. То есть, ну, вы прогнозируете так или иначе ужесточение репрессивной машины? Ну, как бы, в эту сторону идет движение, но вопрос в том, насколько, как бы, люди из элит с этим будут готовы жить. Это вот вопрос. Да. Мне вот тут, что интересно, если мы вот сравниваем, да, очень часто говорят, вот сейчас экономику, особенно в начале, когда началась война полномасштабная, говорили, что вот сейчас экономику России точно санкциями уничтожат, все разрушится, и война прекратится. Сейчас мы понимаем, что идет так или иначе истощение экономики, но никакого разрушения нет. Что, как вам кажется, будет первоначальным? Я понимаю, что очень сложно делать такие прогнозы, но вот может ли российская экономика истощаться бесконечно? и становиться вот все бедной, 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 очень бедной страной в какой-то момент, и этот режим будет дальше существовать, пока не произойдет фактор Евгения Пригожина или, не знаю, какого-то народного бунта? Ну вот, смотрите, с точки зрения, опять же, сравнения с моделями, я бы сказал, что мы начинаем сейчас двигаться скорее не в Северную Корею и не в Иран, а в Советский Союз поздний, потому что там тоже была большая экономика, мы там производили, так сказать, миллионы тонн чугуна, там, стали, там, так сказать, и всего остального, но при этом как-то народ это не очень чувствовал, потому что, извините, вот все эти самые тонны, стали и чугуна, в основном уходили на военно-промышленный комплекс, который, да, он мог платить заработную плату, и, допустим, люди, работавшие в ВПК в советское время и жившие в закрытых городах, они жили относительно неплохо на фоне всех остальных, у них были высокие зарплаты, у них было какое-то специальное снабжение, для этих городов, да, но поскольку экономика в целом, она производила, вместо добавленной стоимости, которая бы шла, извините, на какое-то реальное потребление, она производила в основном, так сказать, танки, пушки, там, снаряды и что-то подобное, да, это в итоге приводило к тому, что вот, ну, как бы это уходило, по сути, в воздух, вот там было меньше, как бы, реальных войн, чем сейчас, ну, то есть был Афганистан, да, но, тем не менее, по меркам Советского Союза, как бы, сильно больших войн, после, соответственно, Великой Отечественной, он не вел, да, вот, российская экономика сейчас, она меньше по масштабам, у нее, безусловно, меньше запас прочности, чем это было у Советского Союза, и, на самом деле, издержки нынешней войны в Украине, да, на Украине, они, безусловно, больше в относительных цифрах по сравнению с экономикой, чем это было для Советского Союза, поэтому истощение будет, по-сказому, быстрее, одновременно, в чем некое, может быть, сходство с Советским Союзом, ну, в общем, советская элита была очень циничная, позднесоветская, она говорила правильные слова в телевизоре, да, так сказать, и на партсобраниях, но, как бы, извините, работала сама на себя, одновременно у людей обычных тоже, вот, никакой веры в светло-коммунистическое будущее, там, в 80-х годах уже не было, там, может, там, 50-е, 60-е еще в это верили, в, так сказать, 80-е уже, так сказать, жили, как бы, все сами на себя, и это очень похоже на нынешнюю российскую реальность. Чем закончился Советский Союз, мы помним, он закончился на себя глубоким бюджетным кризисом и 90-ми годами. Ну, вот, мы, я бы сказал, движемся в эту сторону. Насколько быстро это произойдет, за, там, условно говоря, так сказать, полтора-два года или за пять лет, сказать тяжело, это будет зависеть, в том числе, от масштабов расходов, ну, и, так сказать, доходов, допустим, от того же экспорта, который сокращается. Но пока, вот, как бы, других каких-то сценариев я не очень вижу. Ну, бюджетный кризис, это да, но был и распад Советского Союза. А здесь такой же сценарий возможен? Насчет распада я не думаю, что будет распад, просто потому что тогда все-таки очень сильную роль играл национальный фактор, все-таки это были национальные исполнители, которые откалывались. Сейчас, безусловно, есть Кавказ, да, который, так сказать, ну, так сказать, некоторая вещь в себе, но даже в случае Кавказа, Кавказские республики сейчас являются, безусловно, бенефициарами с точки зрения общей модели, да. Если же брать остальные регионы, то, на мой взгляд, вот опыт 90-х с одной стороны и 2000-х с другой стороны показал, что от наличия внутреннего рынка достаточно большого все выигрывают. Поэтому, вот, откровенно говоря, каких-то тенденций к сепаратизму, там, региональному, я сейчас не видел бы. Возможен, как бы, хаос, это правда, да, но даже в рамках этого хаоса, я думаю, что, скорее всего, региональные элиты и региональный бизнес будут пытаться искать какие-то варианты сохранения национального рынка и какого-то, вот, взаимосуществования. Наверное, с другой политической моделью, потому что политическая модель, как она сейчас есть, такая гиперцентрализованная, она, безусловно, всех, как сказать, напрягает и создает проблемы для этого. Вот, но я думаю, что альтернативы, при всем при том, общему рынку российскому, с точки зрения регионов и с точки зрения регионального бизнеса сейчас нету. Люди будут за это держаться, в том числе в национальных республиках. Андрей Александрович, то есть, если так суммировать, у нас есть два сценария. Полное истощение российской экономики и бюджета, после этого, очевидно, наверное, придется, ну, как-то заканчивать или приостанавливать боевые действия, договариваться, куда-то идти. Либо какие-то черные лебеди в виде Евгения Пригожина. Ну, или других подобных игроков, так сказать, он не один, на самом деле. Да, давайте тогда про бензин еще поговорим. Вы уже начали, сказали, что бензин, в общем, дорожает в России, хотя, казалось бы, ну, да, у нас все неплохо с добычей, но, может быть, с переработкой не так хорошо. Как вам кажется, что происходит с бензином? Это действительно действие Минфина, который отменяет вот эту субсидию для тех, кто перерабатывает топливо? Или же вот есть версия издания Reuters, которая сообщает, что, ну, на самом деле, не было никаких запасов бензина в России, все они были на бумаге. То есть, опять где-то кто-то что-то неправильно написал, потому что надо было принести хороший отчет. Ну, я не готов комментировать историю про, так сказать, запасы были или не были, куда они делись, да. То, что некие манипуляции с данными о резервах, они возможны, да, это возможно, так сказать, мы в России живем, да. Но сам факт наличия там больших или меньших резервов, он вряд ли будет принципиально влиять на ситуацию долгосрочную. То есть резервы, они могут быть важны для компенсации какого-то краткосрочного дефицита бензина на рынке, если он возникает. Как я понимаю, сейчас проблема в другом. Проблема в том, что все-таки именно в силу действий Минфина изменились издержки предприятий, работающих в этом секторе. И это, наверное, центральный фактор. Осенью, в общем, все будет дорожать. У всех издержки выросли. Очередной виток, как я понимаю. Ну, вот показатели по инфляции, которые сейчас и правительство, и, соответственно, ЦБ предъявляют как большой успех, когда после скачка инфляции в прошлом году сейчас и удалось заметно снизить. Вот, скорее всего, пойдет снова повышение этих цифр. И, да, будет, видимо, рост цен. Какой именно, ну, это надо будет смотреть осенью, потому что здесь, опять же, много факторов, которые на это будут влиять. Андрей Александрович, мы при этом не учитываем такой политический фактор, как выборы 2024 года. Там, наверное, нет смысла говорить, кто выиграет на этих выборах. Тем не менее, принято, что российская власть, ну, как-то задабривает население там за несколько месяцев и вообще не любит никаких шоков, никаких законопроектов непонятных и прочее, прочее, прочее. А вот есть ли у России сейчас какой-то ресурс, чтобы, ну, не знаю, такую шоковую пилюлю применить для того, чтобы россиян, ну, немножко так успокоить перед выборами, чтобы все чувствовали себя комфортно, хорошо, ну, а потом уже после выборов там как-нибудь придумать. Ну, смотрите, это правильный вопрос. Начнем, может быть, с другого сюжета по поводу того, что мы все знаем, кто там победит, да? С одной стороны, да, то есть как бы альтернатив пока не видно, да? Но вот в момент вот этого самого Пригорнского мятежа было интересное выступление господина Ремчукова, который давал комментарий, если не ошибаюсь, в New York Times, который вот как-то прямо так высказался, так неожиданно, что вот он был уверен до мятежа, что Владимир Владимирович, так сказать, пойдет на выборы и, так сказать, и там победит, а вот тут у него возникли сомнения, пойдет ли Владимир Владимирович на выборы, да? Ну, поскольку господин Ремчуков, он, в общем, ну, как-то не был замечен в каких-то вот таких вот оппозиционных демаршах, и такой человек, я бы сказал, системный на самом деле, есть подозрение, что он не просто так это сказал, тем более, извините, так сказать, не обы где, а, так сказать, сразу в New York Times. В этой связи я бы на самом деле пока не был вот стопроцентно уверен, что на выборах будет тот же самый президент. Ну, в России много чего происходит, иногда внезапно, и давайте поживем, посмотрим, да? Скорее всего, выборы, тем не менее, будут, как бы их уже объявили, так сказать, видимо, от этого отказываться не будут. При этом к ним идет подготовка, это правда, причем началась она уже, так сказать, с конца прошлого года, и она выражается в том числе в выделении довольно больших денег по меркам российского бюджета на две статьи расходов, которые, так сказать, точно сокращать не будут. Первое, это на свои выплаты семьям участников спецоперации, ну, как бы им самим, и их семьям, в общем-то, там довольно заметные деньги тратятся. Если не ошибаюсь, там какие-то получались суммы только потому, что тратятся на самих участников в районе, по-моему, 700 миллиардов в год. В общем, это довольно немало, да? Помимо этого, есть еще дополнительные вещи, которые, так сказать, как бы в этой цифре не сидят, то есть там, так сказать, триллиона, может быть, и больше. Что, опять же, интересно, что поскольку эти деньги идут в первую очередь в депрессивные регионы, откуда в первую очередь, так сказать, шло, соответственно, вот, так сказать, набор людей сначала по контракту, потом в рамках мобилизации, это вообще говоря оказался инструмент стимулирования экономики, потому что эти семьи, ну, как бы, семьи этих людей, да, которые сейчас воюют, так сказать, в Украине, они начинают тратить эти деньги. На покупку каких-то там, не знаю, там продуктов, там товаров, на строительство жилья, и это на самом деле фактор, который порождает спрос. И, допустим, так сказать, некое отживление в экономике, которое сейчас есть, это в том числе следствие этих выплат. Это не только гособоронзаказ и, как бы, зарплаты и прибыли, которые возникают там. Это в том числе и потраты этих денег. Аналогичная история. Это деньги, которые в прошлом году уже выделялись, сейчас выделяются дополнительно, на выплаты семьям с детьми. Потому что, ну, это традиционно, как бы, категория, которая более бедная и которая, на самом деле, в условиях разных шоков больше страдает. И это, на самом деле, индикатор того, что социальная политика, она стала более такой, как бы, смарт, более умной, когда не разбрасываются деньги с вертолета, как это было, допустим, там, в кризис 8-9 года, да, а они идут целевым образом к конкретным группам, которые довольно многочисленны и которые, на самом деле, формируют существенную долю электората. Вот на эти цели, насколько я помню, заложено, ни много ни мало, 1 триллион 700 миллиардов. Вот на выплаты, соответственно, семьям с детьми. Это деньги, которые сокращать точно не будут, ни при каких колебаниях, там, валютного курса, там, дефицитных бюджетов и так далее, как бы, это вот защищенные статьи. И, с одной стороны, а, это, на самом деле, фактор в том числе, ну, как бы, неизмертного усиления дефицита бюджета, поскольку это, так сказать, несокращаемые расходы. С другой стороны, это, на самом деле, фактор, тем не менее, с теми июлями экономики, потому что, как бы, эти деньги приходят на рынок, и, как бы, люди их тратят. Они их, так сказать, в сбережения не откладывают. Это, так сказать, это не те категории семей, могут позволить себе большие сбережения. Но важно понимать, что все равно это, как бы, та же история про доходы и расходы бюджета. Это, как бы, расходная статья, которая оказывает стимулирующее воздействие на спрос в экономике. И в этом смысле есть некое, так сказать, позитивное влияние этого. Но все равно это первично, это, извините, траты бюджета. И пока у бюджета есть деньги, это возможно. Когда, извините, у бюджета деньги закончатся, ну, надо будет смотреть, что будет дальше. Опять же, что характерно, что все эти расходы, они не перманентные. Это, как бы, некоторые платежи, которые идут в регулярном режиме до весны будущего года, когда пройдут выборы. Ну, вот посмотрим, так сказать, что в этой ситуации власть будет делать и как она будет балансировать бюджет. Ну, то есть пилюля, в общем, уже принимается. Так или иначе? Да, довольно активно, да. Хотел еще с вами обсудить возможных или невозможных союзников России, если есть такие. Вот все был разворот на восток прошлый год, по-моему, не получилось. И даже на экономический форум в Петербург из Китая толком никто не приехал. Сейчас как будто бы такой тренд на страны Персидского залива. И даже Андрей Костин говорит, что вот мы сейчас будем создавать свою международную финансовую инфраструктуру, заменим SWIFT, хотим, чтобы SWIFT новый находился именно там. Ну, наверное, в каких-нибудь Эмиратах. Как вы оцениваете такие перспективы? Ну, как сказать, что это мечтает невредно. Кто-то готов, да, подружиться с Россией сейчас. Я понимаю. Ну, проблема, допустим, в том, что даже для Китая, который, в общем, наш такой политический союзник, то есть они формально сохраняют нейтралитет, но явно они по политической модели, по некой риторике внешнеполитической очень близки с Владимиром Владимировичем Путиным, да, так сказать, Си Цзиньпином. Даже в их случае, ну, как бы, слишком тесная кооперация с Россией получается рискованной. То есть китайцы, безусловно, готовы покупать задешево российское сырье, и это делают активно. Да, они готовы поставлять какие-то комплектующие, оборудование и так далее, но это все равно делают не ведущие фирмы, а какие-то, так сказать, там специально созданные, так сказать, короткоживущие фирмы, которым репутацию, так сказать, терять нечего, потому что ее, как бы, нету, и в случае, так сказать, провинцированных санкций, как бы, спокойно ликвидируют, так сказать, заведут новые, да. Как бы серьезный китайский бизнес, он, в общем, не случайно не приходит в Россию, просто потому что для них по-прежнему основные рынки – это рынки, извините, западные, и они не готовы терять эти рынки ради даже какой-то вот какросрочной высокой прибыли в России. Просто, ну, в силу, знаете, масштаба рынка. Как бы масштаб рынка в России, он заметно меньше, чем, соответственно, в Европе или в Америке. Вот. Если брать ситуацию с Эмиратами, ну, она примерно та же. То есть, грубо говоря, да, Эмираты отличались тем, что они очень хорошо зарабатывали в свое время на торговле с Ираном, вот, на, так сказать, как бы, контрабанде в Иран и так далее, да. Как бы это у них, так сказать, некоторый такой, так сказать, национальный вид бизнеса. В этом смысле, да, они, наверное, будут стараться сейчас заработать и, может быть, хорошо заработать на контактах, контактах с Россией. Но какой-то долгосрочной модели там все равно не будет, потому что и для Эмиратов, на самом деле, сохранение рабочих связей с Европой и с Америкой гораздо более важная история. То есть, это сотрудничество, даже если и будет, то только ради извлечения какой-то максимальной выгоды для как раз вот тех стран, которые идут на контакт с Россией. Ну, проблема в том, что контакты с Россией сейчас очень рискованы. И на самом деле, вот, до текущего момента, собственно, Штаты и Европа не очень применяли вторичные санкции. То есть, санкции за, так сказать, к другим странам, за, так сказать, обход санкций западных. Сейчас об этом будут активные разговоры. Понятно, что это, как бы, некая большая проблема, в том числе и для Штатов, и для Европы, потому что применение такого рода вторичных санкций, оно, безусловно, будет сильно осложнять их отношения с, так сказать, глобальным югом. И я думаю, что, так сказать, скорее всего, будет какой-то вариант договоренностей между, соответственно, Штатами Европы с одной стороны и глобальным югом с другой стороны по поводу изменения вот в целом глобальной модели. Эта проблема действительно есть. И, так сказать, я думаю, что, скорее всего, в этой ситуации, ну, вот, может быть, не Штаты, может быть, Европа первая, она пойдет на какие-то изменения вот глобальной модели для того, чтобы убедить, соответственно, страны глобального юга, включая там и Индию, включая, допустим, там, те же там арабские страны, убедить в том, что, так сказать, им лучше будет воздерживаться от слишком активной поддержки России в обмен на какое-то сохранение позиций и, может быть, улучшение их позиций в рамках глобальной экономики, глобальной торговой системы. А что это такое может быть? Ну, мы видим, как и американские дипломаты, и европейские ездят даже в Казахстан и, в общем, о чем-то говорят и, судя по всему, как раз обсуждают вот эти вот торговые и дипломатические вещи, но какие инструменты могут быть у Европы, чтобы, ну, не знаю, как-то подкупить Китай, не сотрудничать с Россией? Ну, смотрите, здесь, как я понимаю, ситуация с Китаем и с другими странами, там, включая, допустим, Индию, Бразилию, Турцию, там, Индонезию и так далее, да, она отличается, потому что Китай воспринимается как стратегический, так сказать, соперник Штатов. У европейцев чуть более такой, так сказать, сбалансированный взгляд, они хотят, так сказать, на самом деле продолжать контакты с Китаем, да, но все равно Китай одновременно воспринимается как некий стратегический союзник России. И вот, в смысле, история с Китаем, она как бы отдельная, да, и Китаю, на мой взгляд, пока скорее угрожают, чем что-то предлагают. Я не уверен, что это сильно конструктивно, так что на самом деле, на мой взгляд, принципиальное отличие Китая, кстати говоря, все-таки от России, в том, что если вот нынешняя российская элита, правящая, она действительно скорее хочет хаоса в мире, потому что при любом глобальном миропорядке, неважно, так сказать, в главе с Китаем, извините, я говорю, со Штатами, там, с Китаем, там, с G20, Россия в ее нынешней модели будет проигрывать. Просто потому, что мы, как бы, оказались неконкурентоспособны с точки зрения предложения какой-то реальной модели, да. И вот именно в ситуации, как бы, хаоса нынешняя российская элита может оставаться какое-то время на коне. У Китая в этом смысле другая позиция. Насколько Китай заинтересован в порядке, потому что они были главным бенефициаром вот того глобального миропорядка, который сложился после краха Советского Союза, и они заинтересованы не в том, чтобы его разрушить, а в том, чтобы, извините, получить в нем больше прав голоса. Это непростой вопрос, потому что, на самом деле, пока, по крайней мере, Штаты явно не готовы, так сказать, на то, чтобы, как бы, уступать Китаю. Европа, на мой взгляд, может быть, готова это обсуждать, как минимум, да. Как это будет происходить, пока я не знаю совсем, это все-таки не совсем моя область. Я думаю, что не случайно все эти переговоры, которые происходят, они происходят за закрытыми дверями. Это, как бы, именно предмет такого, так сказать, пока закрытого торга. Но движение в эту сторону, на мой взгляд, оно возможно. Вот. А с Россией проблема именно в том, что Россия, по сути, делала ставку не только вот с войной в Украине, но и до того, именно на создание хаоса. Утверждая, что, так сказать, мы хотим многополяжного мира, и поэтому не предлагая ничего конкретного. А, по сути, так сказать, занимаясь некой дестабилизацией тех институтов, которые были, по факту, функционирующими до недавнего времени. И мне очень, ну, как-то даже сложно представить, что, например, против Китая Евросоюз может ввести какие-то санкции. Да, мы видели, при другой власти в США была торговая война с Китаем против отдельных компаний, но такого, чтобы вот вводили такие же санкции, как против России, например, я не могу представить. Я могу представить, что против Казахстана, например, или против Грузии могут ввести подобные санкции, а вот с Китаем нет. Ну, смотрите, первое. Санкции против Китая есть, которые вводились еще при Трампе, и которые, на самом деле, при Байдене ничуть не отменились. То есть на самом деле торговая война, по сути, продолжается. Но, насколько я помню, не так давно были расчеты Рент Корпорейшн, которые попытались оценить, а вот что будет, если будет реальный конфликт и, так сказать, переход в ситуацию, уже близкую к российской. Вот там получалось, что введение против Китая санкций, похожих на российские нынешние, в смысле антироссийские, будет чревата очень большими потерями для глобальной экономики, в частности, для стран, которые вводят санкции. Это уже будет не только Европа, потому что на самом деле вот ситуация с войной в Украине пострадала в основном Европа, штаты там, так сказать, особо ничего не потеряли. А вот в той ситуации потеряют много штаты. Поэтому действительно вариант вот таких санкций, которые были введены против России в случае с Китаем, он кажется крайне маловероятным. Это правда. Тем не менее, вот сама ситуация сильного напряжения, она уже есть, и пока непонятно, как она может разрешаться. То есть в этом смысле проблема, она существует, и пока по ней нет явного, очевидного решения. Живем, я даже не знаю, к сожалению или к счастью, в интересное время. Спасибо вам большое за анализ. Андрей Яковлев был экономист с нами. Спасибо. Все хорошо. Это была программа «Курс по традиции». Я вас попрошу поддержать нашу работу. Поставьте, пожалуйста, лайк этому выпуску. Также подписывайтесь на YouTube-канал «Ходорковский лайв». Нас уже больше миллиона человек, и мы, конечно же, ждем отметку в 2 миллиона. Поэтому, если вы вдруг еще не подписались на нас, сделайте это прямо сейчас. Кроме того, пишите комментарии, пишите, какие темы вам по экономике, в первую очередь, нравятся. Я буду на это обращать внимание и обязательно освещать их с нашими гостями-экономистами. Всем спасибо. Хороших выходных. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok